МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Сарова-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Математика и математическое моделирование в Саровском физико-техническом институте открылась 16-я Всероссийская молодежная научно-инновационная школа. Во имя Федора Ушакова выставку музея военно-морской славы представили в Государственной Думе. В Золотое кольцо ансамбль Забава Центра внешкольной работы завоевал Гран-при Международного фестиваля конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. 9 апреля Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В список вошли Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие дружественные государства. Также Михаил Мишустин рассказал о комплексе программ, над которыми работает правительство. В этом году предусмотрено свыше 66 миллиардов рублей на ремонт более полутора тысяч школ. До 2025 года ежегодно будут выделять по 3 миллиарда рублей на ремонт студенческих общежитий. В 2023 году в субъекты дополнительно направят не менее 120 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. Продолжается работа над повышением доступности медпомощи. Правительстве приняли ряд решений для обеспечения населения необходимыми лекарствами. Изменены правила госзакупок. Теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Упрощены правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешены поставки лекарств в иностранной упаковке. Налажены поставки иностранных препаратов, производство которых было приостановлено из-за санкций. На поддержку рынка труда выделено 39 миллиардов рублей. Важно, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение, если потребуется, отметил Михаил Мишустин. Регионы получат поддержку для обеспечения школьников горячим питанием. В федеральном бюджете предусмотрено свыше 63 миллиардов рублей на обеспечение младшеклассников горячим питанием. Сейчас его уже получают порядка 7,5 миллионов школьников. Чтобы не допустить нехватки в регионах средств на обеспечение школьников горячим питанием, Михаил Мишустин поручил министру просвещения Сергею Кравцову лично держать вопрос финансирования на особым контроле. В САРФТИ открылась 16-я Всероссийская молодежная научно-инновационная школа «Математика и математическое моделирование». Она проходит по 8 направлениям. В школе принимают участие около 130 очных участников. Из них 33 приехали из других городов. На открытие побывала наша съемочная группа. 400 участников из 24 городов и 37 вузов. 16-й год подряд Саровский физико-технический институт проводит в своих стенах Всемирную молодежную научно-инновационную школу «Математика и математическое моделирование». Мероприятие пользуется большой популярностью в научных кругах. Из года в год в нем принимают участие представители вузов Казани, Рязани, Иваново, Саратова, Курска. География расширяется. В этом году к школе присоединилось еще несколько городов и вузов. Традиционно активное участие в нашей конвенции принимают молодые специалисты Российского федерального язвенного центра в НИЭФ. В этом году впервые очно к нам подключились, присоединились. Они здесь присутствуют, наши коллеги из Московского государственного университета. И также филиалы, которые расположены в САДИСе, считаются Саровским филиалом группы. На торжественном открытии участников приветствовал председатель городской думы. Антон Ульянов, сам выпускник САРФТИ, отметил, что приобрел опыт публичных выступлений именно в стенах вуза. Выступление на конференциях помогает систематизировать знания и прояснить многие моменты в работе. Я вас, молодежь, призываю как можно чаще участвовать в конференциях. Это очень здорово вас развивает и очень здорово продвигает те работы, которые вы делаете. С большим удивлением я сейчас полистал программу конференции и увидел, насколько актуальными вопросами вы занимаетесь. В списке доклады на темы, посвященные в том числе и неожиданным, на первый взгляд, ковиду и развитию городской среды в моногородах. Доклады затрагивают все отрасли, где можно применить математическое моделирование. Активную часть в работе конференции принимают и школьники. У них своя секция. В основном это, конечно, старшеклассники. У нас как-то были шестые классы. Пробуют, выступают. Мы постараемся всех наградить. Всех, чтобы у них остались приятные впечатления. Школьники в основном городские, наши саровские. Но периодически приезжают из-за зоны. В этом году у нас Даня-Жегородская область будет представлена несколькими участниками. По итогам школы выпущен сборник, который индексируется в наукомендарической базе РИНС. В нем размещен 271 тезис докладов. Впервые доступ к ним можно получить по QR-коду. Награждение победителей и торжественное закрытие пройдут 7 апреля. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. До 2023 года продлены сроки действия разрешения на строительство. Это позволит застройщикам избежать дополнительных затрат времени на прохождение административных процедур. Сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа этого года, будут автоматически продлены на один год. На год также будет продлен срок действия всех градостроительных планов земельных участков. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 приглашает Саровчан на Школу здоровья. Занятие 14 апреля будет посвящено артериальной гипертонии. Заместитель начальника МСЧ номер 1 по медицинской части Наталья Афонина расскажет о клинических проявлениях болезни, факторах, которые влияют на ее развитие, осложнениях, профилактике, аспектах лечения и самопомощи при гипертоническом кризе. Слушатели также смогут получить ответы на свои вопросы. Школа здоровья пройдет 14 апреля с 11 до 12.30 в конференц-зале плиткинки номер 1. Вход свободный при условии соблюдения масочного режима. Станция юных натуралистов приглашает Саровчан принять участие в акции по сбору помощи животным городских приютов. До 22 апреля можно приносить одноразовые пеленки, лотки и наполнители, пледы, сухой и влажный корм для собак и кошек. Помощь принимает по адресу улица Гагарина, 6А. Телефон для справок 9-52-10. Открыта регистрация на новый образовательный сезон проекта Таврида. Он пройдет в Крыму с мая по октябрь и объединит более 20 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий. Участники смогут попробовать свои силы в грантовом конкурсе и выиграть до полутора миллионов рублей. Кроме того, в этом сезоне запланирована новая программа по хат-хантингу у фабрики трудоустройства. Регистрация на сайте арт-кластера Таврида. Проект медиастудии детской школы искусств номер 2 «Культурный алфавит» получит грантовую поддержку в размере 448 тысяч рублей. В течение полутора лет воспитанники ДШИ-2 выпустят 29 видеороликов о значении терминов из области народной культуры в алфавитном порядке. На грант в этом году заявки отправили более 10 тысяч команд. Победителями стали 1382 проекта. В их число вошел просветительский диджитал-проект медиастудии ДШИ номер 2 «Культурный алфавит», разработанный по тематическому направлению «Культурный код» проекта по продвижению через культуру и креативной индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей. Передвижную выставку Музея военно-морской славы Сарова представили в Государственной Думе. Экспозицию, посвященную жизни и подвигам прославленного адмирала Ушакова, посетили депутаты, известные спортсмены и общественные деятели. Подробности далее. Едва ли найдется в Сарове человек, который ни разу не бывал в музее военно-морской славы библиотеки имени Маяковского. 11 лет ветераны-моряки буквально по крупицам собирают экспонаты. Новые появляются каждый год. Слова о Саровском музее распространилась далеко за пределы нашего города. Передвижную выставку, посвященную адмиралу Федору Ушакову, неоднократно возили в Кронштадт. А в марте она побывала в Государственной Думе. Выставка была официально открыта. То есть официально открытые выставки участвовали лидеры у нас фракций. Партийные, в том числе и Зюганов, Миронов, и ЛДПР, и так далее, и так далее. Единая Россия, которую представила генерал-полковник Картополов, как раз представитель комитета по обороне, выставку торжественно открыли из тех. И мы пять дней работали именно в стенах Государственной Думы. Жителям столицы саровские ветераны ВМФ показали 17 стендов, включая реконструированный музей адмирала. Это обязательный атрибут выставки. Рассказали о жизни и подвигах Федора Ушакова, ответили на вопросы. За пять дней провели 68 экскурсий. С экспозицией ознакомились сотни человек. По идукому выставке было решено нашу организацию предоставить к нам медалью адмирала Ушаков, благодаря фонду имени адмирала Федору Ушакова, город Москва, что и было сделано. То есть именно сам Саровский музей военно-миронской славы был награжден этой медалью. Мы, конечно, не стремились и не ставили такую задачу, преодолеть какие-то потолки. Наша задача – это пропагандировать и рассказывать о Федоре Ушаковой, о его боевой деятельности, его биографии, его святости. Каждому посетителю выставки Сергей Яковлев дарил подарок – иконы Федора Ушакова. Их выпустили монахи в 2016 году во время принесения мощей адмирала. Осветили на раке и принесли по 11 центральным соборам. Часть икон передали Саровскому музею. Теперь ветераны ВМФ, в свою очередь, передают их на память посетителям. То есть мы привезли эти иконы и выдавали. И когда с ними были определенные чудеса, потому что люди просили не просто их там давать, а еще просили для своих товарищей, в том числе для сыновей, которые сейчас участвуют в операции на Украине. Посетить выставку могут и саровчане по предварительной записи. Подробности и контакты организаторов в группе «Музея ВКонтакте». Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Все федеральные, региональные и муниципальные меры соцподдержки россияне смогут получать без сбора справок. А только по одному заявлению или даже без него. Законопроект об этом разработал Минтруд. Документ предусматривает единый порядок предоставления мер поддержки, независимо от того, какой государственный орган или организация их назначает. Предполагается, что за любой льготой или пособием можно будет обратиться не только лично, но и удаленно через портал госуслуг. Сроки для рассмотрения заявлений сократятся, а граждан будут информировать на каждом этапе принятия решений. В том числе и уведомлять о перечислении средств на счет. Ведомстве обратили внимание, что новые требования – это часть проекта «Социальное казначейство», принципы которого уже реализуют при назначении федеральных мер соцподдержки. На базе региональной экостанции состоялся финал областного командного естественно-научного турнира «Экополис». Команды представляли решение актуальных экологических проблем. По итогам турнира команда станции юных натуралистов заняла первое место. Перед специалистами в области экологии саровские ребята представили разработку устройства, которое позволяет квадрокоптерам безопасно и аккуратно приземляться на землю. За основу своей идеи юные экологи взяли строение и возможности кошки. Остальные две команды – и сергача, и городца – выступили в роли рецензентов и оппонентов саровским докладчиком. Потом команды менялись ролями. Путем жребия выбирается, кто является докладчиком, кто оппонентом, кто рецензентом. И дети соревнуются. То есть, если одна команда делает доклад, соперники ее являются оппонентами, задают вопросы для того, чтобы дети смогли более раскрыть свой доклад. А третья команда делает у нас рецензию. То есть, она оценивает и оппонентов, и докладчиков. Остальные команды защищали доклады на тему методов переработки отходов свиноводческих ферм и изобретения новых экосистем. Финал областного командного экологического турнира «Экополис» прошел в очном формате в Нижнем Новгороде на региональной экостанции. Нам кажется, что самым основным критерием было, да, то есть, как бы, логичность, то есть, вот это все знание, умение одно. Но нам очень понравилось, у нас жюри оценил, что мы были действительно командой. То есть, у нас, как бы, мы работали командой. То есть, что, как бы, сейчас детям это очень важно. По итогам турнира ребята станции юных натуралистов заняли первое место. В «Экополисе» воспитанники «Сюнг» участвуют не в первый раз. В прошлом году они также стали победителями. Как признаются сами ребята, им нравится решать нестандартные турнирные задачи. Мой любимый предмет – биология. И связь биологии с техникой – это интересно, это ново. И изучать это, и рассматривать определенные темы – это очень здорово. Проект «Экополис» – это, в первую очередь, командная деятельность. То есть, ты учишься работать в команде, слышать других, и ты также узнаешь что-то новое для себя. Мы очень долго готовились. Мы собирались всей командой, искали информацию, делали презентации, искали различную информацию в книгах, в интернете. В общем, достаточно долго и усердно мы готовились. Поздравляем ребят с успешной защитой доклада и желаем новых, интересных и экологических идей, которые бы сделали мир лучше. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Ансамбль «Забава» Центра внешкольной работы принял участие в международном фестивале конкурса «Талантливых детей и молодежи за Золотое кольцо», который состоялся в старинном городе Суздаль. Ребята привезли в Саров гран-при дипломы лауреатов всех трех степеней. В шестом международном фестивале конкурса «Золотое кольцо» приняло участие около 570 талантливых детей. Саровский ансамбль «Забава», который состоит из детей в возрасте от 6 до 14 лет, представил 22 номера. Коллектив уже почти 30 лет существует при Центре внешкольной работы. Сейчас мы занимаемся в детском клубе «Чайка». У нас три возрастные группы, начиная от трех лет дети. Кто-то из детей ходит год-два-три, дальше там уходят, кто-то ходит больше от 10 даже лет у нас. Дуэт Владислава Глазкова и Дениса Порошенкова не раз покорял сердца слушателей. В этот раз юноши получили высшую награду – гран-при. Ну, это в душе заложено, как любовь к русской песне, ну, вот как бабушки наши пели. Это все еще с детства закладывалось. Ну, нравится вот. Вкусы запретенные, точнее холостые, ты греба по улицам, дорогие весной, красненькие дочки, гибель, дай младенцы, любая волосы в лицах красавы такой. Вот, например, торят топорище. Мы сцепляемся руками и делаем различные движения. Делаем бороться и переходим через них. Секрет успешных выступлений коллектива «Забава» заключается в безграничной любви детей, родителей и педагога к фольклорному творчеству нашей страны. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.